Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко и Анатолий Петрук. И сегодня мы поговорим с вами о послеродовой мобилизации жировых запасов, развитии кетоза и жировой дистрофии печени у коров. И, конечно же, мы поговорим о средствах профилактики этих заболеваний. Что же происходит с коровой послеродов? Почему до родов упитанная, с виду здоровая корова, начинает плохо потреблять корм? Залеживается. Мы диагностируем у нее повышенный уровень кетоновых тел. Далее понижается молочная продуктивность, развивается гнойный метрит и прогрессирующие исхудания, возможно смещение сычуга, инфекционные заболевания копытиц. Дело в том, что в этот период корова испытывает ряд стрессов. Во-первых, это сами роды и физиологическое снижение опорности организма. Во-вторых, это мобилизация жировых запасов из жировых депо. Это резервный механизм обеспечения животного энергией. Но беда в том, что этот механизм несовершенный и в результате его деятельности вырабатываются побочные токсичные продукты метаболизма, которые мы называем кетоновые тела. Излишки жира, которые организм не в состоянии вывести из печени, накапливаются и могут приводить к жировой дистрофии. Ситуация усложняется, если корова в жирных кондициях входит в роды. Или же после родов у нее нет аппетита, или же это животное перенесло тяжелые патологические роды. Тогда к физиологической мобилизации жира подсоединяется патологическое, и ситуация еще более усугубляется. Такие коровы практически перестают потреблять корм, чем усугубляют свое положение. Количество жира и кетоновые тела преодолевают механизмы компенсации и начинает развиваться патологический процесс, клинический кетоз, поражение печени и других паранхематозных органов, вплоть до развития нервных явлений, ацидоза и печеночной комы. Трагизма придает развитие левостороннего или правостороннего смещения сычуга, токсического острого метрита, некробактериоза, пневмонии или септикопиемии, что приводит к выбраковке или гибели коровы. Конечно, мы изобразили простую модель развития гепатодистрофии. Все намного сложнее и многограннее, но и этого достаточно, чтобы понять, насколько опасно такое состояние для организма животного. Что же мы делаем, чтобы предупредить эту драму у себя в хозяйстве? Во-первых, это работа с кондициями животного. Важно не дать корове ожиреть к концу лактации и во время периода сухостоя. Во-вторых, нужно скармливать в сухостое такие рационы, которые бы поддержали большой объем рубца. То есть, рационы с содержанием измельченной соломы до 3-5 см. А это зарядка для рубца, поддержание в форме, как у спортсменов. В-третьих, после родов, чтобы преодолеть негативный энергетический баланс, нужно обеспечить корову кормом с достаточным количеством легко усвояемых углеводов, попросту глюкозы, либо другими искусственными источниками энергии, такими как глицерин, пропилингликоль, пропионат, сорбит и другие. В-четвертых, нужно помочь организму выводить из печени излишки жира и кетоновые тела. Для этого вы можете использовать л-карнитин, никотиновую кислоту, ниацин, защищенные метионин и холин. Вы можете эти средства использовать в отдельности, а можете, как и мы это делаем, покупать готовый комплексный продукт. Мы используем Легоферм фирмы АБМ-3. В его состав входит источник энергии с орбитом, гепатопротекторы, метионин и холин, а также минералы кальций-фосфор и магний, помогающие нам профилактировать гипокальциемию. Витамин Е с селеном и цинком, которые способствуют нормальному течению инволюции, раннему проявлению цикличности, формированию полноценных фолликулов и в определенной степени профилактируют метриты и маститы. Мы используем Легоферм в позднем сухостое, а также в послеродовом периоде, в дозе 100 грамм на голову один раз в сутки. В итоге минимизируется количество животных с субклиническими китозами. Мы это видим по тестированию на 4 и 11 день послеродов, а значит мы блокируем проявления и других патологий, что подтверждает анализы крови на печеночные пробы АСТ и АЛТ. Друзья, подписывайтесь на канал, делитесь своим опытом и берегите своих животных. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok